поехали всем привет мне стыдно рассказывать но я чтоб сэкономить вместо хорошего фильтра воткнул сюда вот этот дешевый фильтр не самого начала расскажи машина перестала ехать так подожди это позже будет это изначало я больше сначала расскажу воткнул этот фильтр сюда фильтр этот для чего объяснить изначально это у нас для бензина фирма big фирма big до для автомобиля с карбюратором там системе давления низкая а здесь высокая высоко это 3 очка а низко это до 1 очка 08 одно максимум вот ну и он такой жесткий маленькие самое главное его преимущество не что он недорогой да он недорогой там два варианта есть один побольше но он совсем мягкий я его не рискнул ставить на мягкие мягкие мечты корпусный корпус да да а это вроде меньше толщина этого пластика такая же да но жесткий да и он такой жесткого поставил систему и на всякий случай еще вот здесь самых продавливаемых местах а где за лента покажи изоленту сейчас покажем вам за ленту вот она вам лежит вот она вот она изолента только что отмотали и ну вот ну и короче говоря машина стала я его поставил и балбес забыл как-то его пофиг как бы сколько ты на него проездил подумал я ставить его можно но ездить ну максимум там тысячу километров и менять или раз в месяц менять ну кто как ездит а я вот сюда поставил и забыл на несколько месяцев по моему на 10 тут машина короче перестала ехать до трех тысяч разгоняется и все максимум три тысячи оборотов развивает и все вот и разобрали его суда дунул а вот воздух нить сделал еще раз подусь для интернета мужики интернет страна нет такой фильтр можно ставить я поставлю сейчас сюда такой же другой вот но надо за ним следить если хочешь экономить 10 месяцев опять экономик красиво да 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 а сколько его кстати цена по сравнению с таким тогда давай о целесообразности поговорим а сколько такой фильтр стоит у нас металлический ну примерно штуку ну наверно я не знаю да ну иномарочный ну примерно до 1000 а этот рубля 30 помыли 20 ну да в целях экономика лестно целесообразно но она у тебя в итоге это сейчас жрать стало больше топлива нет но сейчас когда он забился да я если вы менять каждый месяц я думаю вполне я так и делал но не интернет мы ни в коем случае не призываем до чтобы вы так делали так не нужно делать так делают истинные профессионалы как ты там на видео с этим сказал не сам мурана то у нас нет подъемника потому что мы чё чудо ищеброды да вот ищеброды ставят вот из такие фильтра о ее шинке и вот сейчас опять он ищет такой фильтр где-то в тумбочке там лежит 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 ну найдем включусь да вот про большой я говорил самого начала вот сейчас я покажу почему его нельзя ставить сколько у нас там надо скинуть очки то 4 очка а у нас системе 3 до ну три с половиной 38 было давай как раз как истинный инженеры запасом прочности будем проверять так подожди подожди инженеры ну да 4 очка здесь видно давай у нас тут это плотности соединений конечно нет да пойдет взорвется он и так взорвешь о я испугался он вот это вот эта вот штука начала хрустеть и вход да где вход да вот и вот эта пластина раздуваться вот так вверх подниматься ставить не на руках побоялся его держать ставить не надо если ставят только небольшие так что едем за большим на велосипеде да сейчас я тоже поеду что-нибудь идем да иди нас магазин да идем магазин блин а но тут видео в youtube такой у нас есть он это его начинаешь надувать 4 очка и он у 10 начинает раздуваться как в этом месте мы именно маленький берем чтобы он это это держит но и его надо 1 месяц менять тогда было бы хорошо а он такой поставил он стоит извините не гораздо дешевле это на какую модель на десятку это чё это защелкивается он просто то есть сланка девай защелки уберет вот это датчик какой-то еще наверное это земля 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 ну ладно ну вот решили уже сколько 250 250 до у нас только 100 давай заедем на великих приедем потом обломал нас мужик в магазине пришлось брать железные за 250 да вот такой надо ставить и забывать про него на два года на два ну ты тогда это готовься к замене то заранее что фильтр заранее покупать хорошие ну соответствующие за 300 рублей все едем ставить мы поехали за фильтром за 30 рублей в итоге купили за 250 еще холодильник холодильник купили не холодильник мы забираем это наш я хочу хочу показать что холодильник высотой метр семьдесят вот в honda civic входит нефиг делать вот посмотрите как все сделал я вот так вот опустил сиденье все продвинул закрывать мы сзади багажник не будем как бы дверь пятую тут самая фишка в том что она продумана стойки состоят 10 об этом отдельное видео они как раз чуть пониже крышка сильно высоко не поднимается все давай вот загрузили холодильник сейчас поедем ну давай хундочка вези нас наш холодильник к нам домой поехали видите как прекрасно все вмещается заходит едем домой с холодильником как он сюда прекрасно вошел посмотрите все габариты все классно но вот сюда посмотреть как мне удобно и комфортно как мои коленочки упирается у меня нормально ноги короче вот купленный фильтр установили его свое сказать рабочее место фильтр десяточный черненький этот черный фильтр установили мы его на nissan как у тебя nissan называется nissan pulsar все прекрасно заводится работает шланги подошли поближе вот сниму шланги подошли все четко ведь вот это скоба в которой он стоит все это подходит да даже она подошла то есть вполне можно заменить или покупать родной там я не знаю ты еще он может стоить или за 250 рублей купили вот после замены фильтра фильтра на нормальный фильтр от жигулей nissan pulsar nissan pulsar будет выдвигаться посмотрим как он работает заводи уже к нормально но уже за ночь